Что ж, друзья, 10 декабря на календаре именно сегодня отмечается Всемирный День Футбола. Как раз-таки об этом виде спорта и пойдет речь прямо сейчас. А у нас сегодня в гостях Николай Приступа, главный тренер детской футбольной команды «Рух», а также Анна Матюх, мама одного из участников футбольной команды «Рух». Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с того, что вы познакомите наших зрителей с вашей командой. Когда организовались, почему, как так вообще получилось, что вы так профессионально, серьезно начали заниматься футболом? Это был далекий 1923 год, когда Брест еще был под контролем Польши. В Бресте уже была футбольная команда. И в 2016 году группой таких людей, любящих футбол, энтузиастов, эту команду решили воссоздать. И первые став команды были обычные люди, кто любил футбол, любил играть в футбол. То есть это были все желающие, могли в него попасть. То есть не профессионалы. Да, просто люди, которые любили футбол, любили в него, скажем, играть. То есть решили оставить именно это название? Да, да, да. То есть немножко копнулись в историю руководителей и оставили это старое название. И вы уже, получается, два года руководите командой? Да, уже именно детской командой, уже два года. Ну, буквально два года, как возобновилась деятельность этой команды, но уже достаточно хорошие результаты. О чем можно сейчас вот особенно подчеркивать и говорить? Ну, если говорить о взрослой команде, нашей основной команде, то все начиналось с обычных игр, это в район, такие вот, в таком плане. А потом мы в прошлом году заявились на чемпионат области, где заняли второе место. В этом году уже нам это второе место позволило выйти команде во вторую лигу заявиться. И сразу же со старта команда вышла, оформила путевку первую лигу. Основная команда наша. Хорошие результаты. А про детскую расскажите. Вы недавно вернулись с соревнований. Да, мы недавно были в городе Ковель, это Украина. Там проходил международный фестиваль футбола, называется «Ковель Кап Тайм». Было 16 команд со всех, скажем, уголков Украины. И мы на этом турнире заняли такое почетное третье место. Там мы уже приезжали в третий раз, поэтому нам уже было так все знакомо очень. Анна, скажите, пожалуйста, почему вы для своего ребенка выбрали именно эту команду? Ну, мы начинали вместе, начинали мы еще в ЦОРе. Потом, когда наш первый тренер, вот он старший тренер команды «Рух», старший сейчас взрослой команды, подсказал нам, что создается детская команда на базе взрослой, и мы решили перейти туда. Ну, собственно говоря, перешел весь состав наш, который раньше играл в ЦОРе. Скажите, вообще, как сложно ребенку вот в этом виде спорта? Часто ли тренировки у вашего сына? Как вам приходится графики подстраивать, учитывая то, что есть еще и школа, естественно, и плюс тренировки? Ну, если честно, очень тяжело, потому что тренировки получаются четыре раза в неделю, если считать. Три тренировки по футболу, одна тренировка гимнастика. Уроки, конечно, делать времени практически нету, но помогаем. Помогаю я, помогает муж, как бы стараемся как можно больше времени оставлять на его любимое занятие. Вы говорите, детская команда. Какого возраста к вам приходит? У нас дети 2008 года рождения. Восьмой и девятый год, то есть мы ведем определенную группу, определенного возраста, и все. То есть не младше, уже не старше. Нужна ли какая-то предварительная подготовка для того, чтобы попасть в команду? К нам может попасть абсолютно любой ребенок, который любит футбол, который даже не играл в него, но прийти к нам может абсолютно любой желающий. То есть для этого такого ничего, скажем, главное желание, что было и все. Какое время обычно проходят тренировки? Ну, у нас все отталкивается от нашего места, где мы занимаемся. То есть сейчас мы перешли в зал, так как уже зимний период. У нас тренировки проходят вечером, это в 7 часов вечера. А летом мы тренируемся на стадионе, сейчас стадион «Юность». Там уже, так скажем, подбираем время, в свободное время находим какие-то лазеечки, какую-то дырочку, чтобы туда влезть и все. Скажите, от чего зависит успех? Ведь всего два года вы существуете, уже есть результаты, причем достаточно серьезные результаты. Как вы считаете, вот это составляющая успеха в чем? Ну, вы знаете, наверное, самое главное, что здесь, что, так скажем, в этих всех результатах все и дети, и родители, и тренеры, и руководство, они все вместе. То есть все, где мы выезжаем, на всех турнирах, куда мы едем, нас всегда поддерживает большая группа болельщиков наших родителей, там, мам, пап. Это для нас уже стала такой большой традицией, что где бы мы ни были, я всегда знаю, что нас будут поддерживать там ни один, ни два, и даже ни три. Ездите несколькими автобусами, да, я так понимаю, в одном дети, во втором родители, практически так и ездим. Да, в таком так и есть. Скажите, как идет взаимодействие между родителями, как вы поддерживаете друг друга, есть ли какая-то в социальных сетях переписка в Вайбере? Безусловно, у нас есть группа родителей в Вайбере, мы изначально обсуждаем, когда проходят соревнования, кто поедет, у нас нет такого, чтобы вот команда поехала сама, а детей только с тренером. У нас всегда едут родители, это 5-10 человек, ну, в Ковель вообще 15 ездило. Мы стараемся поддерживать наших детей во всем, потому что им нужна эта поддержка, ну, да и родители сплотились, вот благодаря детям у нас, как бы, достаточно дружные родители. У нас в преддверии нашего эфира и вообще сегодняшнего дня наши корреспонденты вышли на улицы Бреста для того, чтобы узнать вообще, как жители региона относятся к футболу в целом, за кого болеют и как относятся к этому виду спорта, предлагаю посмотреть это Блить вместе. Как вы относитесь к футболу? Любите смотреть, играть? Футбол? Ну, футбол обожаю меня, взять футболист, тренер. Вообще меня этот вид спорта очень мало интересует, честно говоря, футбол, больше хоккей. Если чемпионаты большие, там, Европы или мира, то, да, могу посмотреть, а так особо не увлекаюсь. Хожу с друзьями болеть за Динамо Брест. Насчет играть, наверное, не очень получается, но поддерживаем по возможности и белорусские команды, ну, Динамо Брест в частности. Не очень люблю смотреть, люблю играть. Играть нет, но наблюдать и на матче съездить, да. Играть люблю, смотреть не очень. Честно, не особо слежу за футболом. Не, мы на коньках катаемся, на лыжах. Футбол как-то нет. Да, смотрю футбол. Ну, и играю иногда. Нет, не смотрю, не играю. Во время чемпионатов каких-то мира или там, что бывает, Европы, да, люблю, а так, конечно, не слежу ни за каким клубом. Да, конечно, люблю смотреть футбол. Мне кажется, это очень даже интересная и увлекательная игра, поэтому ее, наверное, смотрят и миллиарды людей на всей земле. Смотрю только чемпионат мира и чемпионат Европы. Вот такое мнение брещан и гостей города. На самом деле, футбол один из самых популярных видов спорта во всем мире. Вот, кстати, помимо родителей, кто еще является вашими болельщиками? Величивается ли число тех людей, которые приходят просто посмотреть на ваши игры? Ну, скажем, если взять детей, то у нас в основном это только наши родители, также их крестные, бабушки, дедушки и вот это все. А если взять основную команду нашу, то там, да, там уже у них такая есть определенная армия болельщиков, которые постоянно приходят. Думаю, сейчас они вышли в первую лигу, у них еще будет больше их. А детей это все, так скажем, только самые близкие. Плюс еще мы ведем нашу страничку в Инстаграме, где тоже нас уже так довольно многие знают, потому что так очень активно мы ведем. В том числе Анна так очень все активно продвигает нашу команду детскую. Благодаря родителям в социальных сетях в том числе, да. Это должны быть фотографии, правильно? У нас сейчас есть возможность показать фотографии ваших детей, участников футбольной команды «Рух», нашим телезрителям. Мы, так понимаем, это фотографии соревнований. Да, это с Тони Равковеля, где мы были, заняли третье место. На самом деле родителям приходится весьма серьезно относиться, да, к работе, потому что, смотри, и форма подготовлена, и поездки. Все это как бы родителей обязывает к серьезному уровню, правильно? Да. Мы готовимся, продумываем, стараемся, чтобы дети ездили с максимальным комфортом. Спасибо вам большое. Резюмируя нашу беседу, хочется лишь сказать, вот еще раз напомните, кто может стать участником вашей команды? Нуждаетесь ли вы в новых лицах и в новых людях в своем составе? Ну, у нас может стать участником вашей команды любой желающий, любой ребенок, который горит футболом с большим желанием. То есть у нас двери для всех открыты. И, так скажем, чем нас будет больше, тем, наверное, будет лучше и для нашей основной команды в будущем, когда под ним подрастут и будет какая-то смена поколений для них расти. Спасибо вам большое. Новых побед достойно представляет наш город Брест на международном уровне. А мы напомним нашим телезрителям, что у нас в гостях сегодня были Николай Преступа, главный тренер детской футбольной команды РУХ, а также Анна Матюх, мама одного из участников футбольной команды РУХ.